Всем привет! Вторая часть моего видео курса будет посвящена удару правой ноги в голову. Опять же я предпочитаю бить не просто. Если просто удар, как бьют все, поднимают ногу и в конце усиливают. Я не так. Я бью, немножко наклоняюсь, корпус влево. Бью с правой ноги и корпус чуть-чуть влево. Нога прямая. Очень важно бить сбоку, потому что вот стоят руки. Если бить снизу, можно попасть в локоть, сюда попасть сложно. Лучше бить сбоку. Поэтому я и наклоняюсь, и нога у меня идет как косой по параллельной трейтой. Замечания по технике. Так же, как когда я показывал левой ноге, что мы стоим ровно на прямой ноге. Не падаем, а таз вперед. То же самое и здесь. Мы стоим ровно на левой ноге. Наклоняемся, как я уже сказал. Здесь очень важно ногой проносить. Вот если голова, то мы должны принести свою голову как можно дальше. Тогда ты снесешь голову и нокаутируешь соперника. Еще одна фишка в моих боях, то что видно, что я стараюсь попадать не сбоку, а в затылок. То есть я бью и стопой в затылок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Комбинации, которые с правом малаши проходят у меня хорошо. Первое это, левое право, печень. Голова сзади. То, что видно в моем бою со Штепаном Голосом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второе это правое, желательно в корпус. Правый корпус и правая же нога в голову. То есть работа по уровням. Только, к сожалению, я не смог реализовать в бою с Александром Гемлея. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже понял свою ошибку. Что я ударил и немножко ушел назад, поэтому я чикнул его. Если бы я после удара выше прошел, то я бы накрукировал. Вот так. Чтобы большая часть статуса прошла в голову. И третий вариант удара. Дальняя дистанция. Что же можно сказать? Одна из моих корон. Когда ближняя, дальняя и супердальняя. Вот такая дистанция, что видно в моем бою с Ават Томимом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...